МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА ВИТАЕМ ВАС СУ ЭФИРЫ БЕЛАРУСЬ-СТРЫК КАЛЕДОСКОП КУЛЬТУРНЫХ НАВИН ВЯДОМЫХ ИМЕНОВЫ И ПАМЯТНЫХ ДАТ НА КАЛЕНДАРЫ 20 ЧЕРВЕНЯ И ДАЛЕЙ У ПРАГРАММЕ АПОВЯТ ПРААДМЕТНЫЕ КУЛЬТУРНЫЕ ПАДЗЕИ АБВЕЩЧЕНУ У БЕЛАРУССИ ГОД КУЛЬТУРЫ ПРАПАНОЕ СВАЕ ИМПРЕЗЫ И ДЛЯ ЗАМЕЖНЫХ ГЛЯДАЧОУ ТАК ЗАРАЗ У МАСКВЕ ПРАТЯГУЮЦА БЕЛАРУССКИЕ СЕЗОНЫ ПАДЧАС ДЕОН КУЛЬТУРЫ НАШЕЙ КРАИНЫ РАССИЙСКАЯ ПУБЛІКА МАЯ МАХЧЫМАСТЮ БАЧЫТЬ АДРАЗУ ДІВЕЦІ КАВАЯ БЕЛАРУССКИЕ ПАСТАНОВКИ СПЕКТАКЛЬ АДВЕЧНЫЕ ПЕСНЯ РАСПУБЛІКАНСКАГА ТЕАТРА БЕЛАРУССКАЙ ДРАМАТУРГЮЇ И ДВАНАЦЦАТУЮ НОЧ ДРАМАТЫЧНЫГА ТЕАТРА ИМЯ ГОРКАГА ТАКСАМЫ МОЖНА ЗАВІТАЦЬ НА ВЫСТАВУ БЕЛАРУССКИХ НАРОДНЫХ МУЗЫЧНЫХ ИНСТРУМЕНТАУ И ПАСЛУХАЦЬ КАНЦЕРТЫ АНСАМБЛІУ БЯСЕДА И КЛАСИКА ВАНГАРД А ПРОЧ ТАГО ТЯГАМ ГОДА У МОСКВЕ ПРЫДЮЦ КАНЦЕРТЫ АНСАМБЛІУ СЯБРЫ И ХАРОШКИ АДБУДЦЦА ВЕЧЕР ОПЕРНЫЙ МУЗЫКІ И РАМАНЦА, А ТАКСАМА ЧАКАЦЦА ЯЩЕ МНОСТВА ЦІКАВЫХ ИМПРЕС А ТЫМ ЧАСАМУ У НАЦІЯНАЛЬНЫМ МОСТАЦКІМ МУЗЕЮ БЕЛАРУССЯ ПАЧАС ПРАЕКТЫ НАШЕ КАЛЕКЦЦИИ ПРАТЯГВАЦЦА ВЫСТАВА ШКОЛА КЛАСІКАУ БЕЛАРУССКАЯ И РУССКАЕ МОСТАЦЦВА 19-20 ГАСТАГОДЦІУ У ЧЕТЫРОХ ЗАЛАХ ГАЛОВНЫГО КОРПУСУ МУЗЕЯ РАЗМЕЩЦАНЫ БОЛЬШ ВАСМЯДЕСЦИ ТВОРОВ ЖИВА ПІСУЮ ГРАФІКІ, ЯКЕ АДЛЮСТРОВУЮЦЬ ВАЖНАСТЬ ПЕРАЕМНАСТІ ТРАДЫЦІЮ У МОСТАЦЦВЕ НАЗВА ШКОЛА КЛАСІКАУ НЕ ВЫПАТКОВАЯ, БО ПОБАЧ АДЦІН ЗАДНЫМ ПАКАЗАНЫ ТВОРЫ ВУЧНЮ И ИХ НАСТАВНІКАУ АТ ПРАФЕССАРУ МОСТАЦКАЯ АКАДЕМІ У САНТ ПЯТЯРБУРГУ ИДА ВЫКЛАДЦЦЫКУ БЕЛАРУССКАЙ ДЗЯРЖАВНЫЙ АКАДЕМІ И МОСТАЦЦТВО ЯКАЯ У САВІЦКІЙ ЧАС НАСІЛА НАЗВУ ТЕАТРАЛЬНА МОСТАЦКАГА ИНСТЫТУТА ИМЁНЫ МОСТАКОУ КАЖЦЦ САМНІ ЗА СЯБІ ГЭТА ВЕРАБЬЁУ, ХРУЦКІЕ, ГАРАУСКІЕ, КУИНЖИ, ШИШКІН, РУЩЧЦЦ, ПАЛЕНАУ, ЛЮВІТАН, ГРАБАР, САВІЦКІ, ДАНЦЫХ И МНОГА ІНШЫХ ВЫБІДНЫХ ТВОРЦЦАУ ВЫСТАВА ШКОЛА КЛАСІКАУ БУДЦІ ЭКСПАНАВАЦЦЦАУ МУЗЕЙ НА ПРАТЯГУ УСЯГО ЛЕТНЯГА СЕЗОНА І ЯЩЁ АДНЮ АДМІТНЮ ЭКСПАЗЦЦІЮ ЗАРАЗ МОЖНА УБАЧЦІЦ ПАД АТКРЫТЫМ НЕБОМ У АРТ-ПРАСТОРЫ НАЦІЯНАЛЬНАГА ГІСТАРЫЧНАГА МУЗЕЯ Там працягваецца фотоэкспазіция «СУЛА НЕПАРЫЛНЫЕ». У ПАНАДВОРКУ МУЗЕЯ О ОКОННЫХ ПРАЁМАХ НА ДЗВЯРАХ И ВАРОТАХ Размещены широкоформатные каляровые фотографии, зробленные фотомастачкой Мариной Бацюковой. Яна саправдный мастер документальной и концептуальной фотографии. Выставный проект присвячен старожитному беларускому абраду в адженне и пахаванне стралы. Гэтый абрад был захаван в Ветковском районе Гомельской области и занесен в списне материальной культурной спадшины ЮНЕСКО. Зараз про сам старожитный абрад и про его мастацкое для страванне у фотоздымках будем вытарить со створальницей экспозиции. Сегодня у студии программы мы витаем фотомастачку Марину Бацюкову. Марин, здравствуйте. Очень рада видеть вас в студии. Добрый день. В тот момент, когда в Национальном историческом музее проходит ваша фотовыставка, о проекте «Сула непрерывная» мы с вами еще поговорим. Вообще хочется узнать, как, в принципе, человек приходит в профессию. Насколько я знаю, начали фотографировать еще в школьные годы. Да, так и было. И мне кажется, в те годы все фотографировали, но это, наверное, все-таки больше на бытовом уровне. А вот так серьезно фотографией, как творчеством, я занялась уже не понаслышке, зная о творчестве. Я член Союза художников в Беларуси. И, наверное, уже с течением времени без творчества не мыслю себя. Но вот уже более 10 лет занимаюсь только фотографией. А почему именно фотография? Я даже сама не знаю, как так сложилось. Наверное, я стала ходить на выставки. Несомненно, огромное влияние на меня оказали работы. Газюли Евгений. То, как он меня принял, как он посмотрел мои первые фотографии, дало мне как-то столько сил и, наверное, крылья. И вот так я пришла в фотографию. Потом были творческие мастерские в Академии искусств, которые вот создал Валерий Лапко. Время такого непосредственного знакомства с фотографией, каких-то проб, и это все больше и больше увлекало. Я закончила школу Родченко, и это тоже было интересно. Вы занимаетесь документальной и концептуальной фотографией. На мой непрофессиональный взгляд, абсолютно разные жанры, требующие своей аудитории, своего подхода. Как в одном мастере совмещаются два таких различных жанра? Они не настолько лишь различные, потому что это всего лишь средство отображения. И концептуальный проект тоже можно делать, работая в документальной фотографии. Но мне кажется, мы же тоже с вами, каждый из нас, как человек, разный. Мы умеем улыбаться, быть серьезными. Так и выбор темы, проекта, он диктуется жизнью. Я, наверное, как и большинство людей, умею делать, ну, как могу хорошо, то, что меня искренне волнует. И, соответственно, и проекты так рождаются. И вот тот, который сейчас, проект «Сула непорывная», я отношу его к социальным проектам. Для меня там важнее не этнографическая тема, а социальное звучание, наша идентичность. И аналогично такие социальные проекты, как «Эхо тишины» или «Хочешь нас услышать?» «Смотри», проект о детях с нарушениями слуха или «Тишина в студии» тоже о таких детях. Мне кажется, что если ты можешь улучшить этот мир, можешь для этого что-то сделать, знаешь как и для кого ты это делаешь, это тоже немаловажно, потому что от этого зависит, как снимать, на кого ты ориентируешься, ты хочешь помочь этим детям, показывая их возможности, равные нам. Или ты хочешь привлечь людей, которые помогут, и тогда их показать требующими помощи немножечко. Так что в чём-то всё равно идея впереди, а если идея впереди, то это уже концепция. Вы как фотохудожник, как считаете, где находится та грань между просто красивыми снимками и настоящим фотоискусством с внутренним содержанием? Как вы находите эту грань? Мне кажется, фотоискусство — это сгармонизированное изображение, которое позволяет передать эмоции и смотрящему их почувствовать. И несомненно, что интерес здесь не на уровне семьи и близких людей, это гораздо шире, глубже. И, мне кажется, в хорошей фотографии, как в любом произведении искусства, если мы говорим именно о таком уровне, должны быть вот эти уровни, пласты понимания. А дальше всё зависит от смотрящего, насколько он готов понять, почувствовать, увидеть, переосмыслить и сделать выводы. И вот, собственно, о том проекте, ради которого сегодня очень хотели увидеть вас в гостях, проект «Сула» — непрерванное в Национальном историческом музее. Историческая ценность проекта понятна. Древнейший наш обряд, внесённый в список нематериального наследия ЮНЕСКО, вы говорите о проекте как о социальном. Почему? На самом деле мы все ищем свои корни, чтобы, опираясь на них, вырасти выше, лучше, краше. Но есть вещи, о которых, может быть, мы не знаем, а очень бы стоило знать. И я вот сугубо городской человек, и когда я увидела это вольное поветро, и когда оказалась на празднике три года назад, ну, уже больше, я была, ну, просто поглощена. Это такая связь с космосом, это пение, сочетание белорусской природы и вот эти вот строи 100-годовые. Проект этот имеет и ту часть, где люди собираются на праздник, как они живут. Вот это бытовой момент такой, тоже интересно представленный. Целая отдельная, может быть, половина проекта, которую я снимала на старую плёнку, на чёрно-белые фотоаппараты, и старые, и современные. Но вот в этом формате я этого показать не смогла, но зато они все ожили, на этом контрасте, с красным кирпичом. Мы находим поддержку у работников музея, и в ближайшее время будут показаны языческие обряды других народов, и белорусские тоже. Я думаю, что открытый open-air формат, он позволяет это делать, и это интересно и детям, и взрослым, и людям постарше. Марин, спасибо большое за очень интересную беседу. Рад были видеть вас в гостях у программы «Калейдоскоп». Спасибо. А я напоминаю, зараз у арт-просторы Национального и исторического музея протягивается выстава «Сула Непаривная», про которую сегодня мы готрили за автором фотомастачкой Марины Бацюковой. Далее в программе открым традиционную галерею именинников. Мало кто сделает для белорусской театральной сцены столько, сколько один Валерий Раилский. Сегодня знакомитому режиссеру, народному артисту Беларуси, могло б исполниться 77 годов. Калісті у Московским театры на Таганце у шпектаклі «Жыцё Галилея Пабректу» Менавит Раилскі паспробаваў на галовную ролю Владимира Высоцкага, які ранней выступаў толькі у комендыйным амплуа. У 1967 годі майстер прайшоў працаваць у театр имя Янкі Купалы і далей на працягу 35 годов сумяшчаў у театры пасады мастацкага керувніка і галовного рэжысёра. Толькі на Купалавскай сцені Валераем Раилскім было створана больш 35 спектаклів па айчынной русской і замежной драматургії. Многі з ях былі паставлены і замяжой. Затюкана Апостолу Славенні, Паулінка ў Київскай драме, Парох Алексія Дударова ў Ирланды, Рэвізор ў Польщы. Пастанокі Валерая Раилскага і сёння ідуць на театральна сцені Беларусі. Далей звернімся до темы мастацтва і ўспомнім славутага живопісця, які значна пауплываў на развіццё беларускай культуры. Сёння спомнілася 88 гадоў народному мастаку Беларусі заслужному дзеючу мастацтва ў нашай країны Гаурылу Вашчанку. Ён з'явіўся на світ на Палесці і тесная сувість з родной зямлёй пазній просучвалася ў ягонна тюрмортах, монументальне декаратывнага мастацтва ў Беларускім театральнам астацкім інстытуці. У біографії майстра мнозтво узнагарот і прэстыжных званню. Так, наприклад, ў 92-м годзі Міжнародный біографічный центр Кембриджа назваў Гаурылу Вашчанку «Чалавекам года», а празгод – «Чалавекам 20-го стагодзя». Зараз творы славутага мастака заховуюцца ў 28-м буйнішых музеях світу. У 2002-м годзі ў Гомілі была адкрыта іменная картінная галерея Гаурылы Вашчанкі, ў колекція якой сабраны 121 твор мастака. І ў працяг мастацкай темы павіншуем з днём нараджэння выбітнага жывапісца і пісьменніка, імі якого ўключына ў сусвэтную энциклопедую «Мастаки ўсіх часоў і народаў». 74 гады сёння спаўняецца Сяргею Дэвідовічу. Палковнік ў Ацтавцы і сваю жыцёву энергию ён скераваў на літературную і жывапісную творчасть. Аутарству Сяргея Дэвідовіча належаць кнігі, паэзі і прозы «Спазнаў я таемніцу», «Нясу свой крыш», «Горкая кропля», «Душы маёй бессынь». У яго творчай колекці больш шастідзісті паэмы раманы про чарнобыльскую трагедую. Як мастак Сяргей Дэвідовіч расписывай храмы і працюю ў жанрах портрэта, пейзажа і сюжэтно-тэматычной карціны. Алеж і ў жывапісной творчасті асновная, так сама чарнобыльская тема. За яеў васаблення на сваіх палотнах мастака трымаў медаль Кирилы Туровскага з рук самога митропаліта Філарэта. І яшчэ Сяргей Дэвідовіч з'являецца гоноровым грамадзяніном Лагойска. У горадзе адкрыта ягу іменная мастацкая галерея іменавіта Сяргеем Дэвідовічам написаный гімн Лагойскага района. Сёняшній дзінь даў свету мноцва славотых іменав. Сярудых, знакаміта аніматор, створальнік мультфильма Уну Пачака Вячеслав Катюначкин, французский компазітор, заснавальнік жанру апирэты Жака Фенбах, знакаміта паэт Роберт Рождественскі і майстр аутарска пісні Юры Візбаро. А леш час нашай праграмы не бясконцы, а таму зараз мы вернімся ў сучаснасті і накіруемся ў Телевандроўку на Брэшчыну. Даведаемся, што цікавага адбываецца ў культурным жыцці регіона. Лічныя дні застаёцца да пачатку пятага ўсебеларускага народнага сходу важнейшай грамацкопалітычный падзей бягучага года. Брэскі регіон на форумі працтавіць 350 делігатов. Найбольшзначными досягненнімі у Галіне культуры называюць абнауленні на 15% бібліотэчнага фонда і паўнавартоснае осначэнні музычными інструментамі навучальных установ в області. У Галіне ж захаванні історико-культурной спадчаны працягываюцца работы па реконструкція Ружанськага замка і Косовськага палацца. До того ж, ў минулым годзі Брэст став культурной століцей Беларусі. За 15-й год мы провели боле тысячі мераприятий. Так сказати, это даже нас гараздо подстігнуло. І мы ўже в 2016-й год, в Год культуры, вошлі з определённой мощной базой. Я надзею, що наша дальніша пятилетка буде, даже немножко, наверное, пусть будет она лучше, чем была предыдущая. У тым, што класики много не буває, перакананы організаторы нового музычного фестивалю, офіцины старт якому дня медалі у Брэзкім академічным театры драмы. Ставка перестага тюльпана, феста, який пробився на творчий парнас Зусімничакана, зроблена на музикантов симфонічного оркестра Мариинського театра. У программе прохучали шедевры суцветного музычного мастацтва от класики до нью-джаза. У Пінськім музеї беларускага полесье открылася выстава «Прыповістья» на створы на па выніках міжнародных пленэров, які вось уже сьомый год запор проводяться у польской вёсці новіцы. У экспозиції більш за сорок работ іконописців з Польщі, України, Словакії, Беларусі і Грузії. У своїх творах мастаки пераказывали біблійські сюжеты у кожного сваё баченні. Гэта выстава выник реалізації сумісного проєкта Польського генконсульства у Бресті і Польського інститута у Беларусі. Юбілейная выстава Мастачкіна Талі Чарногалова відкрилася у выставочной залі Бреста. Эксцентрична і неординарна, яна не зміняє сваім життєвым принципам тому, як і заусіды на коні. На выставі живопіс опошнія зі створенних картін. Малює Апантана, піша виключно руками у пальчатках. За годы творчісті она створила десятки тисяч полотн, з великим поспіхом ладзіла персональні выстави у Беларусі і за її межами. І у протяг вандрулкі на Брещену цікавий анонс. Сімфонічний оркестр Брестського академічного театра драмы завтра проставить публіце шедевры оперы і балета у адным концерці. У музычной імпрезі приймуть у дзіл солісты музычнага дома класіка і знакоміты артысты Великого театра Беларусі. Зоркі оперы і балета виконуть наиболій вядомые і самі прыгожі ары і нумары з сусветнага опернага і балетнага репертуару. У концерці прагучаць уверцюры ары із опер Чаровная Флейта Моцарта, Дон Паскуалі Деницецці, Ромео Джульетта Гуно, Баєма Пучыні. Таксама глядачы убачаць фрагменты з балета у Кармен Сюіта, Бізе ісчадрына, Лебядзінае в озера Чайковскага і хореографічны миніатюры на музыку Сэнсанса і Аляб'єва. І гэта ўсё, што мы паспіли вам розказаць. Калідаскоп культурных новин можна паглядзець не толькі ў ефіры, а лей на ютюб-каналі Беларусь-стры в інтернеті. Пазнавайте більш разом з нами, падтрымливайте культуру і заставайтеся на телеканалі Беларусь-стры. Дякую!